приветствую всех с вами снова мимоза фахрудинова это курс лекций который называется русский язык с мимозой сегодня мы поговорим на тему этимологии слов это четвертое видео в нашем цикле до этого было первых три видео мы говорили с вами разных явлениях о способах привлечения внимания в рекламном тексте о психологической лексике о заимствованные лексики сегодняшнюю четвертую лекцию я назвала так начнем все с конца неожиданное происхождение заимствованных слов почему такое название начнем все с конца согласитесь что в нашем восприятии слова начало и конец является антонимами представляете этимологии этих слов очень интересная можно начать философствовать что если что-то заканчивается тут же другое начинается но история возникновения этих слов доказывает что связь куда теснее начало и конец образован от одного индоевропейского корня с чердованием кен икон их обычно пишут латиницей помечает вот такой звездочкой с чередованием гласных да и и от слова кон образовалось слово конец со словом начала конечно было тяжелее в том плане что там произошли различные языковые явления за это время но она тем не менее превратилась слова начала и возможно вот смотрите вы слышали фразу испокон веков смотрите испокон веков связано со словом конец хотя в принципе имеет значение самого начала до испокон веков вот такая интересная тема это этимология поэтому сегодня начнем все сначала почему я так назвала эту лекцию мы будем говорить об этимологии слов которые казалось бы ну совершенно не могут быть родственниками давайте приведу еще пример вот слова пчела если я вам скажу что слово пчела является родственным к слову бык вы скажете да нет быть не может на самом деле может в общеславянском варианте это слово имела форма бчела она тоже пишется вот в таком праславянском варианте латиницей и было образовано того же корня что и диалектное слово бучать жужжать то есть издавать звуки насекомое названо по характерному жужжанию при полете к тому же корню восходит слово букашка и даже слова бык вот такой интересный этимологический факт мы сегодня говорим о так называемых неожиданных родственниках и вот пожалуйста николас кейдж в качестве героя картины не ждали как мне кажется очень хорошо иллюстрирует эту тему давайте назовем такие слова этимологические родственники слова работа раб ребенок я думаю что слова вот слова работы раб приблизительно вы понимаете да почему они являются родственниками потому что они звучат собственно говоря похоже существительная работа образовалась по принципу от слова арбота и по аналогии с словами зевота красота и тошнота с помощью присоединения суффикса о то работой называли раньше тяжелый принудительный труд барщина для нейтрального обозначения работы использовали другое понятие дело рабом же называли еще и слугу мальчика и даже наследника в родственном русскому языках неудивительно чтоб славя общий славянский корень орбе от которого образовалась слова ребенок очень близок корню орб то есть раб следующие слова соленые сладки казалось бы тоже эти слова вроде бы как черные белые в мире вкуса а нет если взглянуть на эти слова чуть внимательнее то можно увидеть в них один общих славянский корень сол это слово до корень сол является так скажем родителям для слов соленый и сладкий или слова ужин и юг смотрите ужина юг произошли от одного общеславянского слова джук что значит юг какая здесь связь солнце в полдень находится на юге а время приема пищи когда солнце было в зените называли ужином значение полдник а вечерний прием пищи называли вечеря знакомые слова из церковных текстов что там с обедом спросите вы тут все просто раньше в слове выделялась приставка об значение действия доведенное до излишества и корень ед образовала существительное от глагола бедаться то есть слово обед это сытный прием пищи вот такая связь между словами уже на юг еще один вариант дух затхлый хорек у слова дух много темологических родственников есть явные дышать воздух дуть и неочевидные для современного языка затхлый и хорек прилагательное затхлый образовалось от причастия задохлый то есть неприятно пахнущий она родственное слово дух в значении запах нет слова нет слова хорек хорь в этом ряду совсем не случайно изначально этого зверька называли вонючкой то есть до хор пути он говорила в рекламе о редуцированных гласных кто смотрел первое видео до вспомнит так вот эти редуцированные гласная похожие на современный твердый мягкий знак обозначали некие краткие звуки и и о затем слове произошли изменения и в затхлом утратился гласные произошло глушение а потом и отпал начальный звук т слова здоровое дерево как вам они тоже родственники предкам слова здоров краткая форма от здоровой было прилагательное содорова она звучала приблизительно так которая имела общесловенскую форму здоров где с приставка со значением хорошие а дорва обозначало слово дерево первоначальное значение у слова здорово было из хорошего дерева подобных хорошему дереву или крепкий как дерево последняя пара невеста и ведьма посмотреть какие красавицы перед вами невеста и ведьма до казалось бы тоже до совершенно разные слова но происхождение слова невеста уходит корнями в обычаи наших далеких предков от общего славянского слова не беда те то есть не знать образовала слова невеста неизвестная то есть она не знает что ее ждет впереди а ведьма получила свое название потому что она ведала то есть она уже знала поэтому с невестой у них общий предок корень ведая современном языке суффикс мы который служил для слова образования вошел в корень ведьм вот такая интересная этимология у этих слов и мы понимаем что на самом деле казалось бы слова на первый взгляд совершенно разные слова которые являются по своему звучанию по своему значению даже иногда антонимами могут по факту оказаться этим логическими родственниками я предлагаю рассмотреть вам одну тематическую группа вот мы с вами будем сегодня говорить об органах человека до из чего же сделаны наши и назовем некоторые темологические факты связанные с внутренними органами начнем со слова туловище туловище это часть тела скрывающие внутренние органы в древнерусском именовалась тулово суффиксальным производом от которого является современный вариант тулово от тулите прятать укрывать это та же основа кстати что и в слове приту лица до употребляемые иногда это слово вероятно корпус человека или животного рассматривался как футляр для внутренности и слова тул это сумка для стрел да что тоже кстати является футляром да и слова колчан известно но и сейчас вот это вот туловище давайте посмотрим на слово печень словари фиксирует слово печень с пятнадцатого века до этого времени употреблялось ятро которое первоначально имело значение внутренние органы вообще а затем закрепилась только за печенью и пучками само слово образовано от печен страдательного причастия прошедшего времени который восходит к слова печи или печь буквально печень жареная так как этот орган являлся внутренностью потрохой для запекания следующее слово почка использовался но для обозначения органов древнерусском языке и церковнославянском языке да и имела ряд параллелей это слово и 100 или и 100 бубрек ятро и другие а слова почка чаще выступала в другом значении единицы веса одна почка равно 1 25 золотника то есть 171 миллиграмм в привычном нам значение слова почка восходит глагола пекти или печь который употребляется с 15 века слово желудок да мы продолжаем тему происхождения внутренних органов давайте рассмотрим слово желудок считается что это исконное слово восходит желудь желудь поскольку сам орган по форме напоминает плод дуба в древнерусском языке долгое время существовал ряд названий для обозначения желудка это и стомах и сырище и утроба с давних пор употреблялся слова желудок со временем которое закрепилось в русском языке то есть она осталась одной из ряда параллельных вариантов давайте возьмем слово легкое до 16 века этот орган называли плюща или ключа или даже душник при разделке туши съедобные внутренности кладутся в посудину с водой причем легкий остается на поверхности воды а сердце и печень погружается такое пояснение дает своем словаре макс фасмер макс фасмер создатель темологического словаря русского языка большого издания и несмотря на то что прошло много времени это словарь до сих пор пользуется популярностью авторитетом и к нему обращаемся это слово закрепилась в русском языке и связано с прилагательным легкий естественно знаете не могу не пошутить на эту тему на экзамене студенту пульмонологу достался вопрос не из легких это опять же иллюстрации языковой игры если студент пульмонолог то вопрос не из легких опять же знаете обрастает различными смыслами помните в первом видео про рекламу я вам говорил про каламбур так вот здесь слово легкий тоже имеет прямое и переносное значение но смотрите этимология это происхождение слов но даже вот в том современном языке который мы с вами используем происходит явление когда слово меняет свое значение не то чтобы старое значение вообще утрачивается но новое значение становится гораздо более актуальным давайте мы посмотрим несколько слов которые я имеют новые значения накладывающиеся на старый вот слова бровист до старшее поколение знает брежнева с характерными до соответственно чертами лица сейчас бровистом называют мастера по оформлению бровей или слова бота естественно боты ботики дети носят дождливую погоду и сейчас но согласись как согласитесь когда мы произносим слово боты то в современном восприятии она воспринимается уже через призму телеграм-каналов да ну или вообще каких-то накрученных подписчиков так скажем да мы называем ботами вот видите как слово обрастает новыми значениями в современном русском языке или слово зарядка в 6 часов в советские времена все становились на зарядку по радио сейчас мы что говорим я забыл дома свою зарядку у тебя есть то есть мы говорим о том что слово зарядка опять же вот вся лексика которую мы сейчас называем обратите внимание в основном связано с компьютерными технологиями с технологиями сайте с гаджетами и так далее так вот зарядку сейчас воспринимаю естественно для за для телефонов дальше слово история понятно что предмет историю никто не отменял в школе но при этом мы говорим о том что слово история еще даже сейчас часто говорят это была такая это такая классная история до слова стал очень популярным или история stories мы употребляем в связи с какими-то социальными сетями слова карта мы употребляем тоже в разных значениях сейчас чаще всего употребляется карта значения банковской карты да откуда мы снимаем деньги хотя географическую карту естественно никто не отменял слово лента которое мы сейчас употребляем значение ну прокрутить новостную ленту до с утра читаем новости да это новостная лента потому что средства массовой информации в основном сейчас в электронном варианте существует но при этом конечно же лет 30 назад этого фразы вообще не имела бы смысла до человеку если произнести ее новостная лента почему потому что раньше лента вплетали только волосы девочкам в школу вот такая история такая история слово пост если опять же у нас есть пост как религиозное некое явление да то сейчас мы это слово пост употребляем как некую небольшую запись может быть большую может быть небольшую в социальных сетях различных опять же тоже возникновение нового значения до у слова пост здесь наблюдается так же как и слова собачка до которое соответственно мы сейчас используем естественно во всех электронных почтах но при этом понимаем что это слово изначально обозначало собаку и обозначает собаку маленького размера но мы сейчас говорим о том что современная реалия диктует нам появление новых значений у старых слов слово токсичное помните во втором видео мы говорили про психологическую лексику это же слово тоже в топе находится да то есть токсичный человек даже антоним экологично здесь употребляется да понятно что это не связано никак смысле метафорический перенос конечно идет от такой химической терминологии но в современном русском языке мы это слово употребляем как раз по отношению к людям к отношениям и так далее хочу вам сказать что на самом деле не только вы да в русский язык приходят слова из иностранных языков на самом деле слова из русского языка тоже переходит в другие языки и этот процесс взаимный вот в третьем видео про заимствование я вам говорила о том что на всех этапах развития русского языка были заимствования и говорить о том что вот английский язык язык глобализма с этим никто не спорит и по сути это объясняется тем что это язык аналитическое по свой аналитический по своей структуре да то есть мы говорим о том что русский язык синтетический язык который имеет много различных грамматических значений которые выражаются через окончание да и вот существительные глаголы имеют много сложности то английский язык не имеет такого у него есть артикли но при этом само слово по падежам не меняется и это конечно очень хорошо в плане того что его изучать легче поэтому язык глобализма он влияет на русский язык бесспорно на разных этапах развития языка были и другие языки которые влияли а сейчас мы говорим о том что и русский язык влияет на английский язык и мы говорим вот назову я вам слова которые соответственно перешли из русского языка в английский вот слово каракуль мягкий как астрахань причем смотрите да здесь возникает еще слово астрахань нет это не абсурд и ошибки здесь тоже никакой нет дело в том что так называют в англоязычных странах шкуру каракуля астрахань была главным центром торговли где продавались в том числе и шкуры и гнят черного цвета каракульской породы в английском языке произошел перенос с города где покупался этот ценный мех на собственно сам предмет торговли так каракуль превратился в астрахань сайте слова каракуль то тоже ведь пришло в русский язык из тюркского караколь дословное черное озеро видите насколько все связано взаимосвязано и насколько язык живой процесс где что-то приходит что-то уходит да мы наблюдаем за этим процессом на самом деле это очень интересно слова бабушка точнее его произносит бабушка до американцы русской бабушки не страшны ни расстояние не языковой барьер она оказалась настолько колоритной что англичане не смогли пройти мимо и заимствовали это теплое родное нам слово в свой язык расширив значение там она может встретиться не только в значении русская пожилая женщина но и как обязательно атрибут бабушек косынка завязанная под подбородком и вот этот вот стиль завязывания косынок используют американские рэперы до бабушка белуга и стерлить с развитием торговых отношений между англией россии иностранцы столкнулись с тем что для многих товаров которые пришлись им по вкусу просто нет названия в их языке стерлить с ее нежными деликатным по вкусу мясом и крупнейший из осетровых белуга так часто становились предметом торгов что англичане решили перенять у русских торговцев оригинальное название этих рыб белуга и стерлить степи тундра это тоже слова которые возникают но естественно в путешествиях по россии мы живем с вами в большой уникальной стране по своим географическим особенностям поэтому англичане удивлялись обширным степям которые на туманном альбоне просто нет места и чтобы иметь возможность описать специфический природный ландшафт россии из русского языка было заимствовано слова степь то же самое произошло и со словом тундра который кстати встречается при описании географических особенностей аляски а слово мамонт она заимствована англичанами из русского языка как название доисторического животного впервые найденного в россии а еще используется в английском языке значение громадный сполинский вот такие слова перешли из русского языка в английский как и слово соболь россия всегда славилась своими богатыми красивыми мехами в их число входили соболиной шкурки именно от славян дорогой мех этих зверьков попадал в другие страны потому что использовался в качестве денежной единицы так вместе с пушниной в английский язык проникло слова сейбл то есть соболь смотрите мы с вами назвали слова которые перешли в английский язык мы с вами назвали интересные примеры этимологических родственников таких неожиданных на первый взгляд но по факту да они имеют общее индоевропейское происхождение многие европейские языки русский язык в том числе восходит к одному индоевропейском языку это самая большая макро семья языков поэтому сейчас хотелось бы назвать некие исторические процессы в русском языке чтобы обобщить вот эти конкретные примеры давайте мы с вами назовем конкретные исторические процессы первое это расширение лексического значения слова словом палец старину обозначался только большой палец руки остальные пальцы и нам а и именовались перстами то есть первое это расширение значения слова до происходит русском языке второй исторический процесс в русском языке это ну антоним к первому собственно говоря до сужение лексического значения слова современное слово квас употребляется в значении определенного напитка они в древнем значении кислоты вообще то есть если мы говорим о том что слово квас поменяла свое значение то здесь произошло именно сужение лексического значения третье это ретима логизация установление новой народной темологической связи слов вот смотрите многие старички говорят нервоз вместо невроз потому что нервоз ближе к слову нерв согласитесь да вот здесь вот вот это и есть ложная темология народная когда слово произносит так как носитель языка считает логичным хотя на самом деле это ошибка и и четверто это деятимологизация утрата производным словом связи с производящим сознание ныне живущих людей вот слова окно утратил свою связь со словом ока согласитесь мы их сейчас как родственников не идентифицируем хотя они таковыми являлись или слова мешок от слова мех образованно хотя в современном русском языке школьникам будут говорить о том что в слове мешок все корень на самом деле исторически здесь корень меш и суффикс ок а вот это чередование хэшэ это тоже процесс который в русском языке происходил смех смешной да то здесь очень много примеров поэтому говорим о том что вот эти процессы в русском языке они непрерывно происходят лексическое значение может расширяться лексическое значение может сужаться может наблюдаться рейтимологизация народной этимологии и может наблюдаться деятимологизация то есть утрата производного слова связи с производящим еще одно явлением хочу назвать очень как мне кажется интересное явление в русском языке существует такое понятие как энантио семья энантио семья это внутрисловная антонимия например у слов прослушать просмотреть завязать запах преданной бесценной блажены значение зависит от контекста и цели высказывания то есть смотрите если я говорю я внимательно прослушал все выступление вот вы внимательно прослушайте или просмотрите весь курс русский язык с мимозы который стоит из пяти лекции а второй вариант я могу сказать так а я вообще все прослушала ничего не понял то есть я не внимательно это дело вот это и есть энантио семья когда у слова есть два значения и эти значения противоположны друг другу по смыслу еще хочу привести один пример тоже он очень наглядно как мне кажется еще раз иллюстрирует тему того что этимология очень неожиданный раздел языка русского да то есть мы можем найти родственников там где казалось бы их нет вот посмотрите удивительное слово чей первоначальный облик стал в русском языке словом с уменьшительным ласкательным суффиксом голландское слово зонтек буквально переводится как защита от солнца получила у нас новообразование зонт по аналогии с мостик и зайчик то есть первая реакция какая когда я называю слово зонтик ну наверное но образован от слова зонт с помощью суффикса ик на самом деле было по-другому сначала пришел зонтек который превратился в зонтик до в русском языке а потом уже ик отрезался и получился зонт видите какие неожиданные вещи могут вылезти в русском языке вот а всех этих вещах которые в нашем курсе русский язык с мимозы мы проговариваем вы можете еще и послушать моем подкасте азы языка можете набрать в поисковике это слово сочетание или перейти по qr-коду русский язык на самом деле очень богат многогранен многогранен многослой и в своих эпизодах я об этом рассказываю ну что же на этом мы заканчиваем с вами четвертый эпизод который был посвящен этимологии слов мы называем его начнем все конца а следующее пятое видео будет заключительным благодарю вас за внимание